Другого рода курсов не проходил бы мимо них, потому что они редкие, эти вещи уникальные, и заставить меня говорить на эту тему, вот так вот в условиях офиса, в условиях чего-то там, достаточно непросто, потому что достаточно непросто даже просто сформулировать вопрос, что бы вы хотели получить. Ну то есть на какой вопрос вы хотели бы ответить, а здесь я постараюсь ответить в рамках курса «Как делать деньги» на максимальное количество вопросов. И мы как бы с вами решили, что мы будем делать в общем-то курс и вплетать в этот курс некий вот в общем-то сам по себе сюжет, где у нас с вами действующими лицами являются внук и дед. Внук маленький, ему 14-13 лет. Дед старый, ему уже там лет там 70, ну приблизительно. То есть, по сути, дело происходит в Калабрии, дело происходит в Калабрии, в одном из таких высокогорных как бы селений Калабрии. Дед святой, дед святой, по номенклатуре Дрангет и Сантос, а внук это член его семьи, ну просто, ну его внук. И вот, когда мы себе представляем вот эти вплетения, они будут неожиданно появляться в ходе разговора, то есть с вами. Вот эта книга «История одного святого» это весь курс, который я прочитаю. Все, что я буду говорить является содержанием книги. То есть, после книг курса выйдет книга «История одного святого», который будет описывать философию Юга Италии с точки зрения, под углом зарабатывания денег. Почему нас интересует этот угол зрения? А дело в том, что этот угол зрения крайне эффективный, потому что он доказал уже много-много веков, что он вот живет, существует, работает и, в общем-то, не останавливается этот маховик. Поэтому мы с вами будем говорить об этом очень-очень, как бы, серьезно. У нас с вами вот первая сцена, это дед смотрит на внука, а внук его спрашивает, дедушка, почему тебя называют святым? И тот ему говорит о том, что так люди говорят. Ну, а внук не унимается и говорит, ну, мало ли, что люди говорят. Вот, смотри, в церкви святые, там в храме тоже святые, дома у меня святые там висят, а ты-то живой, это же не картина. И вот тебя-то почему-то тоже святым называют. И вот дед ему говорит, что святой человек, это тот человек, который всегда поступает правильно, независимо от собственной выгоды. Во что бы то ему это ни стало. И у нас сразу возникает вопрос, а какое отношение это имеет к Диггам? Самое, что ни на есть, прямое. Дело в том, что у Дрангиты, чем выше человек в иерархии, тем он богаче финансово-состоятельный. А если это так, то, вероятно, это почему-то так. То есть, если вы возьмете Неаполь, Камору Неаполитанскую, там непонятно, кто богаче, кто не богаче. То есть, там какой-то дурак может быть богаче босса. Украл что-нибудь и богаче на два часа стал, пока не убили, понимаете? А вот Дрангити так не бывает. То есть, там каждый сверчок знает свой шесток. И если человека уже наделили таким статусом, а там, чтобы получить такой статус, нужно сильно попотеть, скажем это так, то, простите, этот человек очень обеспечен. Очень обеспечен. Очень богат. Так какое отношение правильные поступки имеют к богатству? И дедушка совершенно спокойно этому внуку, как бы отвечали, что бизнес, любой бизнес, это риск. То есть, занятие бизнесом, это деятельность на свой страх и риск. С целью получения прибыли. Вот, если ты знаешь, что этот человек всегда поступает правильно, значит, риск какой? Нулевой, минимальный. Если этот человек ведет себя, как ему нравится, то риск какой? Неизвестный. А с неизвестными рисками никто работать что? Не хочет. По причине того, что одно дело, когда речь идет о суммах в 5 евро или в 10 евро, а другое дело, когда о миллионах долларов. То есть, слишком высок риск и ставки в этой игре. Поэтому люди, которые являются деловыми людьми, должны быть надежными. У них должна быть безупречная деловая репутация. А безупречная деловая репутация – это поступки. Это поступки. И вот, если вы смотрели этот фильм, который я вам рекомендовал, «Три ноля», вы видели, что дед этот убил и своего сына, и своего внука. Почему? Потому что он святой, и он всегда должен поступать правильно. Даже если это его семья, и его это поперек глотки. То есть, смотрите, если бы это было не так, никто бы без денег 31 миллион не отправил. Вы помните, когда Эмма приехала, вот это вот, и она ему говорит, «Мой отец говорил, что вы бизнес ставите превыше всего». Он говорит, «Мы во всем разберемся». Не волнуйся. «Мы во всем разберемся с тобой». То есть, она была на тысячу процентов уверена, что он поступит именно так. Потому что так был уверен ее отец. Вы помните, там вот этот скандал, когда она ему говорит, «Ты в своем уме отправляешь 31 миллион долларов человеку». «Они не сделали предоплаты и так далее и тому подобное». Он говорит, «Я не хочу на эту тему разговаривать». «Мы покажем свое уважение к этому человеку». То есть, если там что-то произошло даже, вдруг что-то произошло. Мы все равно не можем поступить иначе. Иначе наша компания перестанет существовать. И она, помните, ему начинает объяснять, что у нас куча легальных контейнерных перевозок, а он ему объясняет, что на одной этой перевозке мы зарабатываем больше, чем за год. На всех контейнерных перевозках. То есть, вот об этом идет речь. И в этом, как бы, в общем-то суть. И этот человек, он абсолютно уверен в том человеке на том конце провода, то есть, куда он отправляет это все, что даже если что-то произойдет, он все равно перечислит деньги ему на счет. Он ей так и сказал, вы помните, да? Он ей так и сказал, он сказал, что «Я отправлю деньги на счет твоего отца». Все. В этом, как бы, весь смысл. А что такое правильные поступки? Героиннее всего, в основе этих поступков, смотрите, слово «правильные», да? В основе этих поступков лежат что? Правила. То есть, это как правильные, то есть, соответствие с правилами. Если правила известны, это хорошо, а если правила неизвестны, то это плохо. Откуда же берутся эти правила? И вот здесь нам нужно сделать небольшое с вами отступление, для того, чтобы понять природу происхождения правил. То есть, на земле откуда-то произошли правила, да? Слово-то какое ужасное. Правила, да? Но на самом деле, люди, которые это все создавали, они были далеко не дураками, а я бы сказал, что они были гениальны, эти люди. И как все уставы вооруженных сил написаны кровью, так и правила все прописаны кровью. То есть, в основе всех правил лежит кровь человечества. То есть, трубы. То есть, человечество достаточно длинный промежуток времени жило без правил. Накапливая опыт, антропологический правил. Что такое хорошо и что такое плохо, да? Когда всем хорошо и когда всем плохо. Когда одному хорошо, а всем плохо. Когда всем плохо, а одному хорошо. Или когда всем хорошо, но одному плохо, только вашему бедному еврею, да? То есть, все эти правила написаны кровью. И если кто-то, вот этот ребенок, ему 14 лет, да, и он не хочет соблюдать правила. В 14 лет ребенок не хочет соблюдать правила. Он считает, что он свободен. Он, помните, вот эти, мы маленькие дети, нам хочется гулять, как бы, да. То есть, ему, как раз, его дед, вот этот вот, и говорит о том, что правила написаны кровью. Сами правила написаны кровью. То есть, была такая ситуация когда-то у меня. И один старый комарист сказал мне, что вот, некий подход, он выглядит вот так. Что у меня не лучшая школа фехтования. Она лучшая для меня лично. Я не лучше тебя, я удачливее, чем ты. И добавил, что кто эти правила нарушает, тот кровь проливает. И вы помните, вот в слове правила, да, лежит слово правда. Если взять корни слов, то у правилы есть правда. И мы с вами говорим о том, что, по сути, свои, жить по правилам, это не значит жить без результатов. Правила как раз и создают условия для достижения результатов. И они должны быть такими правилами, чтобы они именно эти условия и создавали. Вот если вы возьмете любое криминальное сообщество, русское, итальянское, любое, везде есть правила. То есть в криминале без правил люди не живут. Без понятий, без правил, без кодекса чести. Вот когда я все время, меня спрашивали, что такое человек чести, да? Это человек, для кого правда не абстрактная категория. То есть честь чести, это человек, для которого правда не абстрактная категория. Потому что для подавляющих числа людей правда это некая абстрактная категория. Некая абстракция. То есть, по сути, свой человек живет в некой абстракции. У него своя правда. То есть, они так говорят, у каждого правда своя. Если у каждого правда своя, значит, нет правил. Значит, игра без правил. А если игра без правил, значит, все можно. А если все можно, это война. А если это война, то стоп бизнес. Стоп зарабатывание денег. То есть, без правил деньги не зарабатываются. То есть, это война. Когда начинается игра без правил, начинается война. И вот в этом фильме «Три ноля» как раз они и попытались играть без правил. Вот эта семья. И это закончилось крайне печально для них. Кровью. В бизнесе правила это самое главное. То есть, зная о твоих пристрастиях, зная о твоих правилах, твои партнеры могут тебя прогнозировать. То есть, они знают, как ты поступишь, а значит, они тебе доверяют. То есть, по сути, свои правила создают доверие. А поступки, основанные на этих правилах, обеспечивают уважение к человеку. То есть, уважение проистекает из правил. То есть, вот это уважение – это гарантия благосостояния.